Доброе время суток, меня зовут Дарт, а у нас на носу версия Wii 8.29. Имеет смысл рассказать о том, что в ней появится. Так, во-первых, опять Кайс Грешин. Есть опция, которая появилась раньше, но я её отдельно не снимал, потому что это одна опция. Так что я её включаю здесь. Итак, что у нас появилось нового? По принципу у нас появилась вот эта галочка «Обратное заполнение». Для репутации и для опыта они одинаковые. Зачем она нужна? По умолчанию в вертикальной ориентации всё заполняется снизу вверх и слева направо в горизонтальной. Если вы ставите эту галочку, то всё это обращается. То есть сверху вниз и справа налево. То есть если вы хотели сделать стилистически вот именно таким образом, то вот, пожалуйста, вам теперь есть галочка. Дальше. Рамки юнитов. Для цели и фокуса добавили новую вещь. Стрелка направления. Она раньше была только в группе, она раньше была только в рейде. Теперь она есть для цели и фокуса, если вам это нужно. Дальше. То, что было добавлено раньше, то, что я не снимал. Хлубная позиция аур. То есть, видите, при отсутствии дебафов будет показывать бафы на их месте или наоборот. То есть по умолчанию у вас есть цель, у неё идут сначала бафы, потом дебафы. Вы проставляете для цели дебафы на месте бафов. И теперь, если у цели вашей бафов как таковых нету, никаких не отображаются, то дебафы будут прямо у рамки, не будет пустой полосы. Дальше новая для игрока и для цели. У ресурса появилась вот эта группа. Слой и уровень. В принципе, для среднестатистического пользователя эти опции не нужны. Добавлены они по просьбе авторов плагинов и так далее. Потому что что они делают? Они позволяют сдавать, очевидно, свой уровень. Что это такое? Слой это, извините за тавтологию, но это слой на экране, на котором располагается элемент. То есть у интерфейса есть несколько слоёв от фонового до полноэкранного. Их штук 7 или 8. Здесь они включены не все, потому что некоторые давать пользователю опасное дело. И что они делают? Чем ниже слой, на котором находится фрейм, все фреймы из других слоёв, которые находятся выше него, будут перекрывать данный фрейм. То есть опция наложения, грубо говоря. Аналогично с уровнем. У каждого слоя есть иное количество уровней. Чем выше уровень, тем ближе к пользователю, грубо говоря, он находится. Тем меньше других элементов того же слоя будут его перекрывать. То есть, например, у полосы здоровья слой низкий, уровень где-то пятый, если я не ошибаюсь. То есть для чего это было нужно? Для открепленного полосы здоровья. То есть вот я её выношу куда-то сюда. Мы её сейчас видим, потому что этих галочек не стоит. Проставляем галочки. Мы их не видим, просто эту полосу. Поставим ему слой высокий. Вот так. Он теперь будет над рамкой всегда. Что бы ни случилось. Поставим ему обратно слой низкий. Он исчезает. Поставляем ему уровень, скажем, 7. Видите, появилось всё, но куда-то пропали границы. Поставляем ему уровень 8. И вот так вот получается. Потому что фон самой полосы находится на один уровень ниже, чем сама рамка. Поставим ему 6. Видите, тоже ничего не происходит. На 5 он вообще исчезает. 5 это сама полоса здоровья. Зачем действительно просили, чтобы можно было открепить рамку, то есть полосу, внести её в какое-то своё место. И там на неё наложить полосу заклинаний, чтобы они друг друга не перекрывали. Точнее, чтобы полоса заклинаний была всегда выше полосы ресурса. Такой стилистический ход. Вот. На этом, в принципе, все новые опции на данный момент закончились. Надеюсь, у вас не будут больше про них возникать вопросов. А на этом спасибо вам за просмотр. И удачного вам дня.